нас мало избранных счастливцев праздных пренебрегающих презренной пользой единого прекрасного жрецов не правда ли но я нынче нездоров мне что-то тяжело мало избранных об избранности в искусстве мы говорим как о должном об избранности в жизни в любви поча стыдливо почему-то считается что любить и страдать могут все это всем доступно разве безумных лет угасшие веселье мне тяжело как смутное похмелье но как вино печаль минувших дней в моей душе чем старе тем сильней мой путь уныл сулит мне труд и горе грядущего волнуемое море но не хочу о друге умирать я жить хочу чтоб мыслить и страдать и ведаю мне будут наслаждение меж горести заботы треволнения порой опять гармонии упьюсь над вымыслом слезами оболью и может быть но мой закат печальный блеснет любовь улыбкой у прощальной это он написал когда думал что счастья не бывает свадьба почти расстроилась но надежды сбылись через день он получит письмо от наталья николаевна и вот уже отвечает ей моя милая моя дорогая наталья николаевна я у ваших ног чтоб поблагодарить вас и просить прощения за причиненные вам беспокойства ваше письмо прелестно она вполне меня успокоила опасения минули любит и уже все кругом изменилось вот он же пишет другу ах милый что за прелесть здешние деревни вообрази степь до степь соседей не души езди верхом сколько душа угодно пиши дома сколько вздумается никто не помешает уж я тебя наготовлю всячины и прозы и стихов а а а а а а а Но проходит три недели. Он собирается выехать из Болдина в Москву и не может пробиться сквозь холерные карантины. И злится, и досадует, и все вкруг вновь изменилось, все другое. Будь проклят час, когда я решился расстаться с вами, чтобы ехать в эту чудную страну грязи, чумы и пожаров. Не смейтесь надо мной, я в бешенстве. Наша свадьба точно бежит от меня, и эта чума с ее карантинами. Неотвратительнейшая ли это насмешка, какую только могла придумать судьба. Мой ангел, ваша любовь единственная на свете вещь, которая мешает мне повеситься на воротах моего печального замка. Не лишайте мне этой любви и верьте, что в ней все мое счастье. Что бы там потом ни говорили о жене поэта, все не важно. Над всей этой людской мелочью высится его любовь. И как увеличительное стекло чувства это укрупняет его смерть, которая так тесно переплелась его любовью. И тут нет выбора, любовь или смерть. Я, Дон Гуан, и я тебя люблю. Не правда ли? Он был описан вам злодеем, извергом. О, Дон Анна! Молва, быть может, не совсем не права. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так разврата я долго был покорный ученик. Но с той поры, как вас увидел я, мне кажется, мне кажется, я весь переродился. Искренне. После свадьбы он напишет другу буквально словами Дон Гуана. Кажется, я переродился. Явись, возлюбленная тень, как ты была перед разлукой. Бледна, хладна, как зимний день, искажена последней мукой. Приди, как дальняя звезда, как легкий звук льдуновения, или как ужасное видение. Мне все равно сюда, сюда зову тебя не для того, чтоб укорять людей, чья злоба убила друга моего. Или чтоб изведать тайны гроба. Не для того, что иногда со мной не мучусь. Но тоскуя, хочу сказать, что все люблю я. Что все я твой. Сюда, сюда. Девятнадцатое октября, друзья мои, прекрасен наш союз. Девятнадцатое октября. Бог помочь вам, друзья мои, и в бурях, и в житейском горе, в краю чужом, в пустынном море и в мрачных пропастях земли. Девятнадцатое октября. Девятнадцатое октября. Сожжена десятая песня. Авось, аренды забывая, ханжа запрется в монастырь. Авось, по маню Николая, с семейством возвратит Сибирь. Ветейством резким знаменитый Сбирали члены сей семьи У беспокойного Никиты, У осторожного Ильи. Друг Марса, Вакха и Венеры, Тут Лунин дерзко предлагал свои решительные меры. И вдохновенно бормотал, читал свои Ноэли Пушкин. Меланхолический Якушкин, казалось, молча Обнажал цареубийственный кинжал. Одну Россию в мире видя, преследуя свой идеал, Хромой Тругенев им внимал. И плеть рабства ненавидя Предвидел всей толпе дворян, освободителей крестьян. Всей толпе дворян, освободителей крестьян. Сначала эти разговоры между Лафитом и Клико Лишь были дружеские споры, Не входило глубоко в сердца мятежная наука. Все это было только скука, безделие молодых умов, Забавы взрослых шелунов. Казалось, узлы к узлам, И постепенно сетью тайной... Россия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова